Ну что ж, опять редкая и интересная статья от Лилии Шевцовой, которую обязательно нужно прослушать и, конечно же, подумать о многих вещах. Последнюю ее статью, которую я зачитывал, очень многим понравилась, поэтому я всегда стараюсь это делать. Ведь такие материалы с такой аналитикой редко выходят и, конечно же, людям здравомыслящим это необходимая пища для размышления, для анализа. Итак, может возникнуть впечатление, что мы все еще живем в постмодернизме, когда нет различий между противоположностями, между правдой и ложью, справедливым и несправедливым, правом и бесправим. Когда непонятно, что реальность, а что имитация. Нет принципов и правил. Все превращается в издевательство над логикой и смыслом. Вот несколько примеров российского постмодернизма. Петербургский международный экономический форум и дело Калви, путинский технологический прорыв при конфронтации с Западом, державность государства под санкциями, общественные палаты и совет предпрезиденте по правам человека, как обрамление единовластия. Вот недавно президент Путин выступил на съезде РСПП в классическом духе постмодерна, говоря о том, что власть видит в представителях делового сообщества России важных, эффективных, надежных партнеров в решении ключевых задач национального развития. А между тем, за последние пять лет по экономическим статьям Уголовного кодекса России осуждено более 220 тысяч человек. При этом за это же время количество возбужденных уголовных дел достигло колоссальной цифры 900 тысяч. Однако количество оправдательных приговоров ежегодно не превышает и 2%. Впрочем, и западный мир несколько десятилетий живет, размывая свою идеологию и нормы. Ирония в том, что распад СССР и исчезновение альтернативы привели к тому, что либеральные демократы перестали беспокоиться о ценностях. Для России наступил золотой век интеграции элит в Запад при сохранении системы, враждебной Западу. Российский Лонгоград и Михаил Фридман, как самый богатый житель Лондона, это наследие постмодерна. Наш Крым разрушил комфортную для многих и там, и здесь относительность. Западные санкции выталкивают нас из зоны безмятежности, где можно было обходить правила при содействии созданной самим Западом лоббистской машины. Обходить к взаимному удовлетворению. Осуждение в США Пола Манафорта, короля лоббистов, обслуживающих клептократию, означает удар по мировому ландрому. Теперь для сферы обслуживания мировых прачечных задумается, как ей заниматься своим делом дальше. Скандал с тройкой диалог, вызвавший падение акций крупнейших западных банков, говорит не только о том, что Россия стала токсичной. Это уже новое предупреждение о том, что игроки эпохи постмодерна, включая и западных финансовых регуляторов, будут платить за свои тогдашние успехи. И в эту цену войдет не только обнуление прежних репутаций, но и отказ мировых финансовых институтов иметь с Россией дело. Наступает время черно-белого пейзажа. Кто не с нами, тот против нас. И никаких оттенков серого. Склонные к компромиссам европейцы, конечно, будут пытаться сохранить размытость правил. Но им вряд ли удастся избежать прессинга со стороны мирового полицейского, который хочет уйти на покой. Но никак не может. Вот сейчас мы можем наблюдать, как США пытаются заставить Европу и прежде всего Германию отказаться от Северного потока-2. Для России начинается новая геополитика. Парадокс в том, что Кремль сам завершил славное время, когда можно было дергать Запад за хвост в уверенности, что обрюкшая цивилизация не способна на ответ. Ошибка достойна войти в учебники как пример грандиозного политического провала. Ничего страшного, успокаивают нас прокремлевские наблюдатели. Да, Россия теперь в одиночестве, но Россия может освоить новую миссию – стать посредником между Западом и Востоком. И кто, скажите, согласится на посредничество одинокой державы, дрейфующей в непонятном направлении? У Запада нет идеологии, и он готов к сделкам. Это то, что нам нужно, убеждают оптимисты. Но, во-первых, у Запада появилась идея – единение против России. Это очень важно. А, во-вторых, что мы можем предложить Западу в качестве сделки, не теряя своего лица? Мы вступаем в многополярный мир, и Россия готова стать одним из ее полюсов, не унимаясь в мейнстрим. Но этот мир означает жесткую борьбу, и каковы у России шансы ее выиграть при убегающих ресурсах и нежелании населения жертвовать тем малым, что у них осталось? И кто готов стать российской галактикой, если даже Лукашенко начал фрондировать? Внутри страны тоже начинается новая эпоха. Власть выползает из серой зоны, когда можно было существовать за счет жонглирования правилами, и где было так здорово жить. Фейковые институты продолжают существовать, но скорее, как комический чемодан без ручки. Власть, явно понимая, что оттенки серого грозят потерей контроля за расползающейся реальностью, не нашли ничего лучшего, чем вытащить из музея репрессивный каток. Власть понять можно, а как иначе управлять страной в ситуации ее конфронтации с Западом и растущего недовольства народа? Приходится возвращаться к силовому прессингу, в том числе и давить распоясавшуюся элиту. Приходится предлагать народу национальные проекты в кавычках в качестве мобилизационной идеи, правда за счет сворачивания своих социальных обязательств. А что еще придумать? Для военного патриотизма нужен более серьезный импульс, чем осточертевший лай про Украину в теле ящики. Проблема, однако, в том, что модель России, уходящей в себя, может функционировать только при сбрасывании шелухи постмодернизма, вместе со слоями, которые его обслуживали, и возвращении к тоталитаризму, личной диктатуре, единомыслию, внедрению непрекаянной идеологии, массовым репрессиям и безусловному подчинению. Только так и не иначе. Но может ли власть, приучившая всех к обманкам и сама ставшая олицетворением фейка, вернуться к репрессивно-командной системе? Уже не спрашиваю, может ли последняя возглавить прорыв России ко всему лучшему? И как консолидировать народ вокруг власти при деградации мобилизационного механизма, который в упоении занят набиванием собственного кармана? Короче, застряли, еще как застряли. И еще, кто больше будет мешать России выходить из этого тупика? Те, кто пытаются перейти к репрессивному управлению, либо те, кто дискредитировали принципы своим участием в их имитации? Последним, будет трудновато сохранить репутацию белых и пушистых, оставаясь в роли гирлянды на репрессивной вертикали. Лилия Шевцова. Если коротко анализировать эту статью, то можно сказать, и это основная идея, что, к сожалению, Россия, попав в эпоху постмодернизма, не понимает, что с этим делать, вернее, она пытается тоталитарные репрессивные методы применять к постмодернизму, в чем, в общем, в целом сейчас находится мир или решительно, стремительно двигается, подтягивается, я имею в виду все остальные неразвитые страны, все равно к одному и тому же. Если вы не знаете, что такое постмодернизм, я коротко скажу вам. Это состояние или эпоха, когда роль человека-индивида ставится на первое место, и когда у человека нет никаких определенных целей. В отличие от модернизма, когда люди ставили перед собой, например, задачу создания некоего идеального общества, и были готовы жертвовать собой ради этих идей, то в период постмодернизма все изменилось. Теперь, скажем так, люди не хотят жертвовать собой вообще ни для чего. Почему я часто говорю своим подписчикам, что вы очень сильно ошибаетесь. Войны, как таковые, в будущем будут все менее и менее реалистичны, именно потому, что человеческая жизнь становится слишком ценной. В западных странах это не просто ценность, но и дорогая вещь. И вот сейчас уже по Украине мы понимаем, что особо никто своей жизнью рисковать не хочет. Да, есть отдельные случаи героизма, но это уже совсем не сравнить с эпохой, например, ушедшего 20 века. В эпоху постмодернизма человек и девит сам решает для себя, для чего ему жить. Вернее, в эпоху постмодернизма вообще нет никаких ответов. Все как бы решили, что жить само по себе, хорошо жить, позитивно – это и есть цель. И дальше никаких целей. Постмодернизм, например, говорит о том, что человек должен находиться в поиске своего внутреннего баланса. И так выходят, например, те профессии, о которых мы раньше не могли себе представить. Эпоха постмодернизма – это, например, абстрактное искусство, которое призывает вас углубляться в свое внутреннее духовное состояние. Теперь искусство не рассказывает каких-то конкретных историй, это никому практически не интересно. Наоборот, современное искусство призывает вас задуматься самим, самим принимать для себя, что это может обозначать. И самая главная ценность, например, в современном искусстве – это если у вас были вызваны какие-то эмоции, что-то вас натолкнуло на какое-то воспоминание. Итак, постмодернизм – это вообще весьма интересная тема. И западное общество прекрасно вписывается в эпоху постмодернизма. По крайней мере, они уже прошли период, когда они думали, что эта идея не приживется и что нужно срочно искать другие ориентиры. Россия же, пытаясь навязать какие-то уже устаревшие понятия, все-таки, тем не менее, живет в эту самую эпоху постмодернизма. И молодые россияне совершенно не хотят, чтобы их зажимали в какие-то жесткие рамки. Это уже не получится, хотя бы потому, что существует интернет. Российские власти пытаются найти некий путь, куда-то начать двигаться. Для того, чтобы сдерживать эту ситуацию, они вынуждены закручивать гайки репрессий. Но у них ничего не получится, потому что Россия является частью современного мира. И постмодернизм навязывает современным людям свои собственные правила игры. Каждый человек теперь хочет быть индивидом, человек занимается изучением самого себя, раскрывает свои внутренние способности. И как таковая работа или какие-то определенные цели уже совершенно не важны. В это время очень трудно ориентироваться, но с другой стороны, человечество, конечно, не могло бы изобрести ничего другого. Но это естественный ход событий. Что будет после постмодернизма, мы не знаем. Но это, на мой взгляд, очень важный момент, когда для людей ни государство, ни границы, ни какие-то традиции больше не важны. А им важно только их личное состояние, они хотят говорить на различных языках, они хотят и стремятся к глобальному миру, миру без границ. Но и уж в любом случае в таком мире совершенно бессмысленно создание своего собственного интернета. Эта идея мертва изначально и, скорее всего, у российских властей ничего не получится. Они будут по-прежнему пытаться закручивать гайки, но сама жизнь не позволит им в конечном счете добиться успеха. Субтитры создавал DimaTorzok